Привет, друзья! Вы на площадке компании Prime Camper у Измайловского Кремля. Сегодня у нас обзор автомобилей в продаже. Это Maxi-Van от компании Volkswagen Grand California 680 с максимальным набором опций. Полный привод, блокировка дифференциала. Что немаловажно, он в категории B до 3,5 тонн. И это не какая-то махинация, это указано в немецкой документации. В переднем бампере мы видим радар активного круиз-контроля, LED-фары диодные, литые диски, по кругу датчики парковочной системы автоматической. В задней части мы видим камеру заднего вида штатную, фаркопом оборудована машина. Давайте посмотрим, что внутри в багажнике. На дверях размещены комплекты кемпинговой мебели. Огромный багажник, так как вен длинный, места для хранения очень много. Тут же штатный вороток для маркизы Тули. Внешний душ. В багажнике также розетки 12-220. Такелажные крепления. Ну и как мы видим, багажник очень большой. По правому борту у нас горловина для заливки чистой воды, бак 100 литров. Маркиза Тули Омнистор и спутниковая антенна. Как у всех в Калифорнии автоматическая ступенька. Пойдемте знакомиться с машиной внутри. Итак, что лично мне нравится в платформе Volkswagen Crafter по сравнению с другими, на которых строятся автодома. Это очень современное шасси. Двигатель 170 лошадиных сил турбодизель, 8-ступенчатая коробка передач автоматическая, постоянный полный привод с блокировкой дифференциала. Современная мультимедиа с подключением телефона, мониторингом трафика, навигации, полностью русифицированная, показывает все системы автомобиля. Самые современные опции. Адаптивный круиз, автоматическая парковка, подогрев лобового стекла. Ну, все, что можно вообразить в современном автомобиле, все здесь есть. Очень интересно, в Volkswagen не реализовали затемнение кабины. Максимально дешево, как только возможно. И при этом оказалось очень удобно. То есть, по периметру шторки просто вшиты магниты, и они цепляются за край двери. Мне хочется отметить инженеров Volkswagen. Довольно-таки симпатично сделаны полки, при этом очень добротно, ничего не болтается, ничего не будет у вас дребезжать. При этом все необходимые функции автодома здесь есть. То есть, окно с москитными сетками, с жалюзи, панорамный люк над столовой группой. Место хранения прямо над водительским сидением. Места для пассажиров с двумя ремнями. Здесь же располагается беспроводная зарядка. Там же 12-вольтовая розетка. Ниже мы видим по всему салону разведены дефлекторы от системы отопления Truma Combi D дизельной. И здесь же ее элемент управления в лючке под сидением. Интересно реализована москитная сетка. Она двухсекционная. Раз и два. На мой взгляд, это удобнее, чем городить одну большую на всю дверь. Стандартно для всех Калифорнии. Холодильник располагается с торцевой части кухни. Здесь же увеличение рабочей поверхности. Кухонный блок Дометик с двумя горелками газовыми и небольшой раковиной. Как обычно, много мест хранения с доводчиками и фиксаторами. Напротив кухни располагается пульт управления всеми системами. Включение света, мониторинг электро, водоснабжение и управление всеми системами автодома. Прямо за ним туалетная комната. Отличительная особенность этой модели Volkswagen – это зона спальни. Кровать позволяет разместиться людям выше метр девяносто. Это не во всех автодомах бывает. Комфортное размещение матраса. Кровать трансформируется для перевозки грузов. Также дополнительные места хранения в багажной зоне. Разместили шкаф за счет того, что машина длинная. Она это позволяет сделать для верхней одежды. И масса мест хранения по периметру. Шесть окон. Блокировка замков дополнительная. Включение света. Еще раз обратите внимание на подсветку, как она сделана. Два вида подсветки. Верхняя, средняя с разной цветовой теплотой. И огромное место хранения по периметру сверху. Полное техническое описание данного автомобиля прямо под этим роликом. Также переходите по ссылке на наш сайт в раздел продажи. Спасибо, что смотрели обзор. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на канал. Пока. Пока.